Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Дмитрий Бродовиков и Светлана Ладина. Сегодня в эфире ТК «Союз» мы решили поговорить про аббревиатуры. Их много звучит в нашей устной речи, хотя, в общем-то, предполагается, что в первую очередь они используются на письме. Например, часто мы слышим РПЦ, это Русская Православная Церковь, или ветераны ВОВ. Но, правда, это скорее не слышим, это все-таки читаем, ветераны Великой Отечественной войны. И все-таки, когда читаем, бывает, согласитесь, не очень приятно. Аббревиатура «Бомж» прочно вошла в нашу жизнь. А обозначает она человека без определенного места жительства. Но то, что коробит одних, вполне приемлемо. Для других все мы разные. Каково ваше честное мнение на эту тему? Какие аббревиатуры вам по душе, а какие вы бы исключили из употребления? Ну, в первую очередь, сами не употребляете. И, может быть, вам неприятно, когда это делают другие. Ждем ваше честное мнение по телефону 379-65-70, код города 343. Бишите нам ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». У нас есть некоторые мнения, например, ВКонтакте. Оксана Коновалова пишет о том, что РПЦ и ВОВ знаю и использую иногда в письменной речи. Ну, они известны, да. Да, также, допустим, дальше Елена Коркина пишет о том, что аббревиатура «Дело хорошее», но только если в меру, например, в ДНХ это удобно и понятно. Но не доводите до абсурда, и будет счастье вам. При этом даже если почитать вообще об аббревиатуре, то там есть указание на то, что когда аббревиатура составляется, она должна быть понятна для человека. При этом она не должна своим, так скажем, звучанием в сокращенном таком формате, она не должна вызывать ассоциацию с какими-то другими словами. Поэтому здесь тоже надо обращать внимание на то, какие слова можно урезать, усекать, усекновение слова делать, а какие нельзя. Ну, кстати говоря, над этим иронизировал еще Владимир Владимирович Маяковский над неудачными сокращениями, когда заместителя командующего по морским делам он обозначал словом «замком по морде». Вот. Говорят, что и... Да не то, что говорят, а есть об этом документальные свидетельства, что было время, когда учителей звали шкрабами, то есть школьными работниками. Ну, понятное дело, что совершенно нелестно и как-то недоброе это звучит, и все-таки учитель, педагог, преподаватель — это гораздо добрее. У нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут и откуда вы звоните. 59 лет. Я по сокращениям, они меня давно, откровенно говоря, перекашивают, потому что особенно, когда я вижу по ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, 20 миллионов мы с вами положили, и нам лень написать или сказать Великой Отечественной войны. Это просто от нашей лени. Меня это вот всегда коробит. Потом, вот когда я читаю православную газету, и я встречаю в ней РПЦ, первая моя реакция, что это расчетно-платежный центр. Потом я начинаю думать, почему это так, и начинаю вникать в эту информацию, и тогда я в конце концов расшифровываю, что это Русская Православная Церковь. Пока к этому не привыкаешь, и это очень похоже на расчетно-кассовый центр, расчетно-платежный центр. Мария Павловна, а вот стоит вообще к таким вещам привыкать, или стоит с ними как-то, ну как-то этому противостоять? К сожалению, я вас только слышу, такие помехи сильные у нас с вами на линии. Спасибо вам большое. Мы вам очень благодарны за это мнение. Я вот особенно, потому что я с вами абсолютно согласна. Вопрос мой был следующий, друзья, и может быть мы об этом тоже поговорим. Стоит ли привыкать к аббревиатурам, которые кажутся нам, если не кощунственными, то неуважительными, или стоит им как-то противостоять? Что делать? Дело в том, что действительно РПЦ чаще мы слышали от недоброжелателей церкви, но в последнее время это сокращение стало употребляться и в церковных кругах, правда, не часто. Мне не нравится. Но да, при этом, если мы посмотрим толковый словарь Флорентия Павленкова, то там указано, что аббревиатура — это сокращение только в письме и печати. То есть те сокращения, которые там используются, может быть, для удобства печатания, они недопустимы тогда, по крайней мере, были в устной речи. И, на мой взгляд, тоже сокращать нужно все-таки с умом. И, ну, очень наглядный пример того, когда к РПЦ отношение — это не как к церкви, а как к организации по типу КПСС. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день, Дмитрий Светлана. Здравствуйте, Евгений Александрович. Я должен просто вам напомнить, когда это началось в России. Это как раз началось после 17-го года, приходу на власть в МОЖ. Они начали все сокращать. Нарком СНАП, Нарком Пром и все прочие. Нарком, Обком, ВЧК, ЧК. И пошло, и поехало. И вот мы по сей день не можем от этой бездарности избавиться никак. Не надо, что сокращать. Надо говорить так, как оно есть. Чего сокращать? Человек, который рамотный поймет. Как говорят, умный поймет, как говорят, а дурак не догадается. То есть вы считаете, что стоит с этим как-то побороться и хотя бы самих себя в этом контролировать, не привыкать? Человек внутри это все делает, в себе. Как с этим бороться? Указы сдать, ничего, долгу не будет от этого. Ну, каждый сам с собой должен работать. Вот именно. А бороться, что значит бороться? Себе бороться, да. А внешняя борьба, она ничего не даст. Спасибо. Спасибо, Евгений Александрович. Где-то на форуме телеканала ВКонтакте тоже у нас писали о том, что это все из советского прошлого, и складывается впечатление, что вот как раз-таки всякие КПСС там и тому подобное, то, что сейчас мы называем буквами, так и есть. Но, допустим, например, Леся Малинина пишет о том, что аббревиатура, как я понимаю, придумана для экономии времени при написании некоторых длинных названий. Я иногда использую ее в письменной речи при написании заявлений и документов. Но в устной речи стараюсь избегать, особенно если дело касается названия храмов ветеранов Отечественной войны. Мне кажется, в таких сокращениях прячется некоторое неуважение к объекту, о котором идет речь. Так же, как людей мы привыкли называть по имени-отчеству, было бы странно, если бы мы при обращении к ним упоминали только три буквы. Простите. Леся абсолютно права. Владимир Зангиров на фейсбуке, отвечая на вопрос, употребляете ли вы в своей речи аббревиатуры, говорит, если честно, то мы их не используем и другим не советуем, потому что в русском языке нет таких слов. А Светлана Апанасенко комментирует так. Практически не использую, иногда только в обиходе с теми людьми, которые точно знают значение этого сокращения. Например, могу сказать знакомым, что иду в ДК, Дворец культуры. Пожалуй, вот и все сокращения. Не всегда можно сразу понять, о чем идет речь. Как-то читала одну статью и не могла понять, что значит РПЦ только в процессе чтения. Разобралась. Теперь уже знаю. У нас еще звонок. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Представьтесь. Алло. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните нам? Зовут меня отец Иосиф, звоню я из Рязани. Очень приятно. Как вы считаете, возможно ли использовать аббревиатуры и нужно ли их использовать? Вы знаете, аббревиатура, это церковная. Только в церкви она называется окростих, а советская власть это назвала аббревиатурой. Это моя точка зрения. Хорошо. А вы сами пользуетесь аббревиатурами и какими? Какие из них кажутся вам приемлемыми, а какие, вполне возможно, не нравятся? Будьте добры, пожалуйста, выключите телевизор, он вам мешает сосредоточиться. Скажите, хотел бы или нет, но приходится в современных или нет этого использовать. Ну, вообще-то, я не со всеми аббревиатурами согласен, а некоторые просто кощунно звучат. Но, в принципе, просто как само это начинание, оно, так как любое дело, может испортить все на свете. Так и это аббревиатуры. Спасибо вам большое. Ну да, мы же с удовольствием говорим МХАТ. И это не кажется нам каким-то уничтожением художественного театра. И при этом здесь главное, наверное, чтобы мы понимали, что это означает. Потому что я вот вспомнил уроки истории, когда мы изучали там коммунистически, да, все вот эти организации и вот эти сокращения, которые там происходили. Ты понимаешь, что ты по сокращениям-то знаешь, что это, примерно чем это занималось. А как это расшифровывается, ну, иногда не понимаешь. Вот начинаешь искать, к чему относится такое или иное название. Поэтому, да, вот одно дело, мы используем аббревиатуру, зная, к чему мы, о чем мы говорим, и зная, как это переводится. А другое дело, когда мы просто привыкли к книгам четырем буквам, которые произносим, 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 знаем, что это, а как это расшифровывается, мы в итоге не знаем. Ну, меня вот, например, всегда огорчает, точнее, мое огорчение, оно родом из общения со службой помощи бездомным. Вот в нашей Екатеринбургской службе милосердия там никогда не говорят слово «бомж». Это считается дурным тоном, это считается неуважением к тем людям, которые являются подопечными вот этой вот службы. И это бездомный, это человек в первую очередь, это подопечный, но бомж, хотя, ну, что такого? Человек без определенного места жительства. Ну, вот настолько уничижительно она звучит, эта аббревиатура, это какой-то как будто и не человек, а вот нечто такое ниже нас, во всяком случае. И Татьяна Санькова об этом тоже пишет нам в ВКонтакте. Про бомжа вообще плохо сказано. Это превратилось в обзывание, обижать людей в трудной ситуации, кстати, и это тоже. Что ты как бомж? И у нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела сказать, что я тоже не поддерживаю вот эти всякие разные сокращения и согласно с теми людьми, которые у вас выступали. Дело в том, что в возрасте человеку очень трудно, бывает, сразу сообразить, что это такое. И начинаешь искать где-то там в каких-то газетах, книгах. А вспомнить уже пожилому человеку трудно. Спасибо. Только давайте с вами еще познакомимся. Как вас зовут и откуда вы нам дозвонились? Меня зовут Нина Алексеевна. Я поселок Старопышминск, Березовского района. Спасибо вам, Нина Алексеевна. Спасибо большое. Да, но мы сегодня не сказали ни про ЕГЭ, ни про ГИА, ни про ГИБДД, кто это только придумал. Не про МРОД. Минимальный размер оплаты труда. А звучит вообще как издевательство. Ощущение, что все должны просто помереть вот с таким вот размером оплаты труда, хотя он предполагается какой-то, в общем, человеческий. Это такие, мне кажется, привычные, на самом деле, названия. Они привычные, но они диковаты немножко, звучат. Если ты выпускник, и ты на неделе сто раз говоришь ЕГЭ, то каждый сто раз говорить единый государственный экзамен и тому подобное, но это для него, может быть, и сложно будет. И как-то это, наоборот, привычно стало, когда идет речь о ЕГЭ, о ГИА и так далее. А вот как быть с другими все-таки сокращениями? Ну, в общем, резюмируем. Наверное, общим таким, общим числом голосов можно сказать, что не нравится РПЦ, вот такое сокращение неуважительное, не нравится бомж. И неприемлемым является вот это вот ВОВ вместе с ветеранов Отечественной войны. Дорогие друзья, наше время в эфире подошло к концу. Мы благодарим вас за внимание. С вами были Дмитрий Бродовиков. И Светлана Лагина. Программа «Честное мнение». Даст Бог завтра. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова